На модернизацию электросетевого хозяйства города за пять лет было потрачено 30 миллиардов рублей. Сегодня и сами электросети работают в новых условиях. Современные технологии помогают более оперативно решать повседневные проблемы. Гордость предприятия, его центр и, как говорят сами энергетики, сердце – это диспетчерский пункт. Здесь главе города демонстрируют так называемую видеостену, где отображена вся сеть сочинского энергорайона. Показывает схема и все отключения света, которых, кстати, в разы стало меньше. Даже в разгар курортного сезона и в условиях экстремальной жары. Добиться такого результата, отмечает Анатолий Пахомов, удалось и благодаря собственной генерации двух теплоэлектростанций, которые город построил в рамках подготовки к Олимпиаде. Надо отдать должное, что к Олимпийским играм они все успели сделать. Хотя даже многие в это и не верили. Это трудная работа. Она доставила много неудобств нашим жителям. И сегодня еще эти неудобства есть. Я думаю, что сочинские электросети доведут до конца. На самой встрече с трудовым коллективом глава Сочи поднимает и проблемные вопросы. Нерешенной остается ситуация с недобросовестными энергопотребителями, незаконная деятельность которых приводит к перегрузке сетей. Случается, что из строя выходят даже новые кабели. Незаконным подключением, которые и становятся причиной аварии, необходимо уделять особое внимание, отмечает городоначальник. Остро на сегодняшний день стоит и вопрос бесхозных абонентских сетей. В первую же очередь энергетикам необходимо завершить реконструкцию сетей в высокогорных селах. Новой дорогой и газом эти районы уже обеспечил муниципалитет. Революционные преобразования, которые произошли в энергохозяйстве, должны продолжаться, отмечает мэр. Те задачи, которые были поставлены администрацией, мэром нашего города, практически все выполнялись. Руководство администрации города, конечно, сейчас уделяет нам большое внимание, учитывая и огромный объем реконструкции наших сетей, который был проведен в период подготовки и проведения Олимпийских игр. Естественно, мы чувствуем это внимание, эту помощь. Уже сегодня воздушные линии пригородных поселков Сочи модернизируют в кабельные. Специалисты сочинского филиала Кубаниэнерго завершают реконструкцию распределительной сети в поселках Дагомыс, Волковка и Головинка, что значительно повысит надежность электроснабжения населенных пунктов и позволит подключать к сетям новых потребителей.